Таня, здравствуй. Здравствуйте. Таня, я знаю, что 11 класс по итогам трех четвертей ты заканчиваешь на все пятерки. Да, действительно, я планировала оканчивать школу на все пятерки, но как бы результаты еще неизвестны, четвертая четверть проходила очень странно и необычно для нас всех. С одной стороны, безусловно, было тяжело, поскольку нет связи с учителями, консультации, самое главное, к экзаменам, таких, которые они были в школе. Но мы постоянно находимся дома, вся подготовка действительно лежит на наших плечах, и все это тянется, тянется, сроки переносятся, и ничего не понятно, что будет дальше, как будет дальше. Но мы пытаемся просто готовиться и ждать. Сейчас, слава богу, утвердили уже окончательные сроки экзаменов, и мы хотя бы что-то приблизительно представляем. Таня, как в Каливальской школе прошел последний звонок? Как и во всей стране и во всей республике, последнего звонка как такового у нас не было. К сожалению, пандемия коронавируса отняла у нас это право. И этот день, который мы ждали, многие ждали действительно 11 лет, как и я. Но наши родители, спасибо им большое, они смогли найти выход из ситуации. И каждому из выпускников, разумеется, в масках, в перчатках, как положено, они приезжали домой, и они привезли нам колокольчики в честь последнего звонка. Один из них сейчас висит на мне. Для меня звонил такой маленький последний звонок, и каждому они привезли по пиружнам и по шарику, который мы все вместе, каждый из своего дома запускал в 9 вечера. Насколько для вас ритуал последнего звонка был важен именно в школьных стенах? Большинство ребят, как и я, они были очень расстроены, и мы до последнего надеялись, что что-то все-таки проведут. А сейчас мы надеемся, что компенсируем себе этот день либо в следующем году, либо летом, надеемся, что у нас все-таки будет традиционно выпускной, либо на встречах выпускников. Прекрасно понимаем, что это не то, что зависит от нас и от других людей, это просто такая ситуация в мире, и каждый пытается находить для себя плюсы в этой ситуации. То, что мы сидим дома и сами распоряжаемся своим временем в сутках, в какой-то степени это избавило нас от лишнего стресса и суматохи, которое бы происходило, если бы мы сдавали экзамены в мае. Как вообще твои сверстники в целом относятся к этой ситуации? Что не было традиционного последнего звонка, что сдвинулся период экзаменов, что под вопросом выпускной бал? Я знаю, например, что многие мои подруги действительно уже купили платье, сделали записи ко всевозможным мастерам по макияжу, маникюру. Настолько сейчас все непонятно, что даже родители разговоров не ведут про выпускной бал. Если он действительно, мы сможем его провести, то готовится он, наверное, будет за неделю в ближайшие дни, когда это станет возможным. Ничего не известно, и никто этого даже не пытается обсуждать, потому что это бессмысленно. До самоизоляции я занималась в огромном количестве различных кружков. У меня были разные музыкальные коллективы, и как бы я и в школе пыталась хорошо учиться, и мне всегда не хватало времени. Мне казалось, что если я останусь дома, то я всё успею и всё сделаю. Но сейчас я прекрасно понимаю, что сидение дома — это полное отсутствие мотивации, и чем больше ты находишься дома, тем больше ты ленишься и прокрастинируешь. И начала, наверное, оценить вот эту занятость, загруженность и нехватку времени, которая всё-таки мотивировала очень сильно, как теперь выяснилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!